Я приветствую всех на канале Волкварт Геймс. Это Военные игры с Волком. Сегодня в программе Мир Оружия World of Gains мы знакомимся с очередным видом огнестрельного оружия. Значит, в предыдущий выпуск у нас был посвящен винтовке М200, крупнокалиберной снайперской. Но, согласно заявленному плану, мы перемещаемся в другой конец списка. И берем для изучения образец из 1935 года. Это бельгийский пистолет Браунинг Хай Пауэр. Состоит у нас из 54 частей, относится к категории нормальной. Ну, условно так, в общем, между легкой и средней. Так, ну что, давайте обратим на него внимание. Вот так вот у нас выглядит. В принципе, достаточно классический вид. Так, и что про него сказано? Браунинг Хай Пауэр, иначе ХП, ХП. Автоматический пистолет конструкции Джон Браунинг с ударно-спусковым механизмом одинарного действия. Конструкция пистолета базируется на разработанной Джоном Браунингом схеме запирания со сцепленным затвором и коротким фоном ствола. После смерти Браунинга в 1926 году конструкция была завершена бельгийским конструктором Дьедоне Севом, работником бельгийской компании Фабрик Националь. Пистолет создавался под технические задания французской армии, но на вооружение во Франции принят не был. Различные варианты использовались многими странами во время Второй мировой войны и позднее. В частности, в годах Холодной войны модель L9A1 была излюбленным личным оружием бойцом британского спецназа SAS Special Air Service. Оригинальная модель Hi-Power P35 до сих пор производится компанией FN Hairstall в Бельгии и Португалии, а также по лицензии компанией Fabrik Militares. Блин, FM, короче, Аргентина. Так, пистолет одиночного действия, патрон 9х19 парабеллум, либо 7.65 парабеллум коммерческий вариант, либо 40-й калибр SV Smithwesson, новейшие коммерческие варианты. Весит 885 грамм, длина 200 мм, длина ствола 118 мм, емкость магазина 13 патронов, либо 10 патронов в варианте 40-го калибра. Так, ну что ж, друзья, давайте мы... Так, ну что, разблокируем, давайте разблокируем этот пистолет. Так, и обратимся к неполной разборке. Так, ну, не знаю, я не думаю, честно говоря, что он чем-то нас особо изумит. Вот, давайте. 9 операций для проведения неполной разборки. Отсоединили магазин. Значит, сейчас мы сдвигаем затвор назад и извлекаем затворную задержку. Сняли. Ну и, соответственно, теперь сам затвор у нас снимается с таким противным ржавым каким-то звуком. Так, вынимаем мы возвратную пружину вместе с направляющей, я так понимаю. Так, и вынимаем ствол. Ну, это все мы уже видели, по большому счету. Так, ну и, соответственно, сборка пистолета у нас производится в обратной последовательности. Пружина сюда. Все вместе заправляем сюда. Так, устанавливаем затвор. Ставим затворную задержку. Отпускаем. Так. Присоединяем магазин. Пистолет у нас собран. Так, сборка, разборка завершена. Так. Ну, давайте, естественно, переходим к полной разборке пистолета. Состоит у нас из 54 деталей. Давайте внешний вид посмотрим. Сделано в Бельгии. Так, Assemblet in Portugal. То есть произведено в Бельгии, а... Ну, как сказать, сборка из деталей произведена в Португалии, я так понимаю. Так, название. Тут у нас... Что у нас тут написано? Тут, наверное, калибр должен быть. Калибр 9 мм. Любер. Это, наверное, номер пистолета. Серийный. С этой стороны у нас что? Браунинг Эрмс Компани, Морган Ютта и Монреаль П.О. Сделано в Бельгии. Так. Ну, это внешний вид его. Спереди, сзади. С левого, с правого. Боку, снизу. Под углом. Ну, все можно посмотреть. А, сверху. Ну, так вот он выглядит. Так. Ну, что? Давайте разбираться. Снимаем и вынимаем магазин, точнее. Кнопка магазина вот эта, защелка. То есть, освобождает магазин. Можно его вытащить. Магазин здесь классический, опять-таки. Так. Ну, да. Вообще все классический. Так. Дальше. Снимаем затворную задержку. Таким вот образом. Давайте назад посмотрим. Все-таки интересно. Так. То есть, мы... Затвор назад. Так. Вот так. Да, вот здесь нужно обязательно нажать. Так. И... Теперь можем его снять. Давайте его и разберем, естественно, сначала. Так. Возвратная пружина. Направляющая возвратная пружина. Пружину снимаем. Так. Теперь мы можем вынуть ствол. Ствол у нас, естественно, фрезерованный из цельного куска металла. Соединения не имеет. Так. Дальше. Что у нас здесь имеется? Мушка у нас вынимается. Целик у нас вынимается. Так. Дальше что? Мы можем вытащить выбрасыватель. Вот таким образом у нас вынимается. Сначала нужно вытащить вот это вот. Выметить, наверное, да? А, нет. Сначала нет. Не дается пока что. Вот так вот. Сначала ударник вынимается, да? Пружина ударника снялась. Ударник вот, смотрите, такой у нас. Вот ударники, интересно, они такие, ну, иной раз такие причудливые попадаются. Различных форм вообще. Так, выбрасывали. Теперь ты что, вылезаешь, нет? Так, и теперь он у нас не хочет вылезать. Интересно, что-то еще есть. Ага, вот что-то я вижу такое тут у нас. Сиро-левер какой-то, блин. Так. Все, выбрасыватель, пружинка-выбрасыватель у нас вышли. Здесь у нас ничего. Все, все остальное кусок металла. Так. Ну, теперь, я так понимаю, можно... Щечки или плашки отсоединить. И посмотреть, что у нас в рукоятке. Ну, в рукоятке у нас тут боевая... Боевая пружина. Так. Так, 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 так. 26 деталей у нас осталось. Что мы можем извлечь? Так. Защелка магазина, да, мы можем извлечь. Вот так она у нас выглядит. Так, далее что у нас? Ага. Двухсторонний здесь у них предохранитель. Деталь под левую-правую руку. Так. Шептало. Дальше идем. Еще 19 деталей. Так, так, так. Восе спускового крючка. Теперь-то что у нас тут происходит? Как-то так он вынимается. А вот спусковой крючок здесь необычный. Так. Да. Ну, есть сюрпризы некоторые. Не совсем такая модель. Понятная, прямо скажем. Не хочет пока что. Ну, вот, наконец. Курок. Ага, вот так вот вместе с пружиной боевой выходит, да? Так, что у нас осталось? Отражатель. Не упрямится, не хочет вылезать. Так, между прочим, 5 деталей. Что-то многовато. Так. Две нашли. А, это уже выскочило? Или нет? Непонятно. Ну, где вот они могут еще здесь скрываться, интересно? Давайте подсказку, наверное, возьмем. Интересно. А, ну, вот видите, надо было снимать. Теперь полностью разобрали. Так. Ну, и переходим, естественно, к сборке. Так. Так, из этого всего надо собрать работающий пистолет. Давайте магазин сначала. Чтобы нам не мешал. Так. Ну, что, давайте боевую пружину. Так. И кольцо мы ее закрываем, да? Фиксатором таким. И шпилька еще есть. Так. Присоединяем сюда. Вставляем. Вот так вот заправляем туда, да? И поджимаем, наверное, вот это. Нет, еще не поджимаем. Еще мы должны отражатель поставить. Сверху. Так. Что-то... А, нет, нет, погоди, погоди, погоди. До тебя еще очередь не дошла. Так. Интересно. Так. А, он без этого не хочет вставлять. Правильно. Все понятно. Так, теперь... Угу. Так. Угу. Ну, на самом деле, я бы не сказал, что очень как-то все это понятно. Тот случай, когда внешняя простота, она обманчива достаточно. Так. Ну что, здесь мы собрали. Но это потом. Так. Здесь давайте, что-то у нас с затвором. Так. Так. Постояние. Так, ствол назад. Примыкаем затвор. Ага. В таком положении, видите. Остается. Так. Затворная задержка. И магазин. Все. Собран. Собран пистолет. Переходим к игре. Отсоединение. Дай бог памяти. Так. Да блин. Клатуш, какао. Все, да? Тут уже ничего не остается. Так. Давайте здесь смотреть. Ну. Так. Не то. Дальше. Дальше. 15 деталей. Ага. Так. И здесь у нас. Где тут у нас? Вот оно. С маленькой пружиночкой. Так. Так. Сняли. Так. 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 Где последний-то? Ага. Отражатель. Все. Разобрали. Переходим к сборке. Так. Пружина. Назад. Замыкаем ее. Стыкуем. Все вместе. С корком. Корок заправляем. Сюда. Так. Что у нас там? Так. Есть. Так вот встал на место. Дальше. Здесь у нас что? Так. Есть. Да, и провернуть там надо еще. Где тут далеко куда-то отлетает этот винт. Так. Собрали. Магазин собран. Так. 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 Его прижимаем. Сверху. Так. Мушка целик. На место. Ствол заправляем. Ставим назад. Возвратную пружину. Есть. Затворную задержку на место. Пускаем. Магазин на место. Все. Рестарлет собран. Так. И переходим, естественно, к функционированию. Так. Ну, здесь нам ничего, естественно, для 35-го года фантастического попробовать не дадут, потому что его просто не было. Ну, было, но не для таких, наверное, крупносерийных пистолетов, а все-таки для специализированного оружия. Так. Ну, давайте. Разрядка. Ну, это просто. Перезарядка. Огонь. И на затворной задержке. Есть. Ну, давайте смотреть, что у него внутри. Как это все работает. Так. Ну, здесь нам понятно. Просто показывает. Давайте замедление включим. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... На затворной задержке перезаряжаемся. Дослали патрон в патронник. Третий рентген. Патронник. Третий рентген. Замедление. Двоечка. Третий рентгенсор. Третий рентген. Третий рентген. Перезарядка. Третий рентген. Вот этот момент, чуть-чуть замедленнее. Вот так это все работает. На полной скорости. Так, ну вот с рентгеном мы в принципе и закончили. Разрезы. Вот так вот у нас в разрезе он выглядит. Стоп, 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 вот так вот. Такой незначительный перекос ствола, видите, да, отмечается. Так. 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 Все. Разрезы мы закончили. Так. Кликнусь спрятать. Да что ты мне каждый раз это показываешь? Ты же прекрасно знаю, что это такое. Ну. Ну, здесь тоже самое, только вот таким вот образом показываем. Ну, здесь хорошо показана, кстати, работа выбрасывателя. Вот видите. Супа. До встречи с отражателем. Тащит его и гильза улетает. Так. И все. Вернуть все назад. Так. И осталось нам только узнать, где везет предохранитель. Предохранитель вот здесь. Верхнее положение у нас пистолет на предохранителе. Нижнее положение. Можем вести огонь. Ну и все, в принципе, тут больше сказать я о нем ничего не могу. По большому счету. Это достаточно чужое оружие. Никогда в руки не попадалось, не видел. Даже не могу сказать, в каком фильме ярко роли он сыграл. Об играх тем более. Наверное, одна из самых коротких серий у нас получилась. Так. Browning High Power. Да, мы его благополучно одолели. Так, ну что. Значит, следующая серия у нас будет посвящена такому виду, как австрийский... Нет, стоп, австрийский. Швейцарский отбой. Швейцарский пистолет-пулемет. МП-9 он более-менее знаком. Фирма Brugger & Tommet. Значит, это следующая серия. А через одну... Через одну мы возвращаемся опять в предвоенные годы. И опять 1935 год. Это будет у нас немецкий пистолет Вальтер ПП. Про которого есть утверждение, что он послужил прообразом пистолета Макарова. Ну вот, будем смотреть. Заберемся внутрь. Посмотрим, насколько он там похож. Вообще, предвоенный период нам... Ну, поскольку серия коротенькая, я чуть-чуть... Позволю себе, сколько времени прошло. Сейчас глянем. Да, вообще 27 минут. Самая короткая, по-моему, за все время серия. Предвоенный период, как мы видим, дал очень много таких образцов оружия, которые потом, впоследствии проявят себя во всей там блеске, так скажем, на полях сражений Второй мировой войны. Так, ну, Лахти это не из этого числа. Ну, вот легендарная винтовка Маузер 98К. Карабин немецкий. В том числе будет терснайперский вариант. И тут же, следующим годом, ответ американский. М1 Гарант. Тоже будем смотреть. Знаменитое оружие. И также 1936 год. Французы отвечают МАЗ-36 винтовкой. В том же 1936 появляется МГ-34. Жуткая вещь в умелых руках. Так, здесь такая экзотичная вещь. С 1937 годом пойдет противотанковое ружье Антитанк Бойс. Английское. И вот новинка, которая только недавно в игре появилась. Последняя модель у нас на данный момент вышедшая. Это Брэн Марк 2. Ручной пулемет английский. Потом Томсон. Вальтер П-38. Наш ДШК. МП-40. Японская Арисака. Так, ну Симонова и СВТ мы уже давным-давно прошли. Потом М1 Карабин. Стэн Марк 2. Шпагин был. Потом парочка ПТРД, ПТРС. Противотанковое оружие советские. 1941 года. Экзотикой в общем ряде выглядит 70-мм дивизионная пушка ЗИС-3. Так, ну а потом опять возвращаемся к огнестрельному оружию. ФГ-42. Это вот экзотика. Конечно, 42-й год. Я так понимаю, это что-то такое специальное. Так, Вэлрот. Тоже очень интересный образец. Наш ППС. Будем смотреть. Грейс Ган. СТГ-44. МП-44. Стерлинг 44-го года. РПТ. РП... Господи, РПТ. РПД. Дегтярев. Ручной пулемет, появившийся в 45-м году и потом долгое время ставивший на оружие Советской Армии. ФН-ФАЛ. Героиня. Ну, ФН как... Винтовка же, да? Героиня. Всяких пост... Колониальных, в общем, войн. На разваливающихся колониях. Вся Африка ей воевала. Азия. Так. Ну, здесь вот охотничья. УЗИ. Ну, куда же без УЗИ. Так. Макарова мы прошли. Автомат Калашникова потом. 870-й Эрмингтон. Так. Ну, и далее, и далее, и далее. Как мы видим, тут еще очень интересного очень много. Потом пойдет у нас война во Вьетнаме. Это М60. М14. МГ-3. Немцы свой МГ 42-го года модернизируют. М79. Вот. Скорпион. Ну, короче, М16М1. РПК-74. РПК... Ну, то есть, еще масса, на самом деле, очень интересных образцов, которые мы будем изучать. М134 миниган. Посмотрим, как оно все работает. Так. Конец 20-го столетия у нас. Ну, тут таких вариантов очень интересных меньше, потому что, ну, как бы, таких войн уже, в принципе, на этот промежуток, ну, как-то победнее, потому что воевали это все в основном тем, что придумали в конце 20-го, в смысле, в послевоенный период. Поэтому основной ассортимент был уже тот. Здесь уже такие образцы не пользующиеся, ну, они знаменитые, но не поимевшие такого распространения в таком огромном количестве копий. Вот. Но, как мы видим, война в Афганистане и последующая чеченская и прочие конфликты на территории Советского Союза позволят нам изучить АС Вал и Винторез. Так. Так. Барретт. М107. Так. Ну, это тут, ну, знаменитый МП-5, ПДВ. ВСВ-96, М4. Вальтер. Так. Ну, Вальтер это ни о чем. Вот. Ну, вот так вот. Такие вот перспективы. То есть, в игре еще масса просто интересных серий. Я думаю, даже и половины интересного всего за все время мы не прошли еще. Вот. Поэтому рекомендую следить за выпусками свежих серий. Да. 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 Так, друзья. Все, друзья. Эта коротенькая серия подходит к концу. Кому видео понравилось, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, отпишите комментарии, вступайте в группу ВКонтакте, где все видео также можно посмотреть. С вами был Волк. Все. Всем пока. Спасибо за просмотр и за подписки на мой канал. За то, что следите за ним. Всем пока. Спасибо. Спасибо. Спасибо.